Я обещал объяснить, что такое доказательство и доказать теорему Йода Леониду Монадзе о том, что существуют верные, но недоказуемые люди. Во-первых, пожалуйста, подумайте, насколько странно это на первый взгляд звучит. Я говорю, существует верное утверждение. Это значит, что я по какой-то причине знаю, что оно верно, но при этом я говорю, что у него нет доказательств. Извините, если оно верное, как же может быть, что у него нет доказательств? То, что вы говорите, что это верно, объясните, почему верно. Вот это и будет доказательство. Так вот, для того, чтобы это не было у вас просто таким философским треком, нужно, во-первых, в принципе, договориться о том, что такое доказательство и о каких утверждениях сейчас идет речь. Когда логика в девятнадцатом веке, в начале двадцатого развивалась, то казалось, что страшно важно, на каком языке записывают показательства. А именно, есть такая, ну, если в чем-то эти клетки вы возьмете, то чрезвычайно подробно там прописывается, например, в такой раздел логики, как функции алгебры логики. Может быть, помните, есть такие значки, и, или, не следует, и пулевопеременно. Отлично. Какие значения может принимать пулевопеременно? 0,1. 0,1. Отлично. Какие там из них можно делать прошивки? Это очень простые. Скажем, из А следует А или В. Это правда? При любых значениях А и В это верно. Из А следует, что или А, или В. Отлично. Еще какая-нибудь штука. Если А и В, то в таком случае А может верно. Или, такая замечательная штука. Если неверно, что А или В, то в таком случае неверно А и неверно В. Ну, заметьте, я написал уже три формулы. Хотите, еще напишу. Если из А следует, что из В следует С. Если из А следует В, то тогда из А следует С. Действительно. Вот. Нужно описать такого типа формулы очень много. И важно понимать, что вообще-то никакая особая наука, логика, для того, чтобы разбираться в таких ситуациях, вообще не нужно. Почему? Потому что вы можете просто полный рябов. У вас в любой форму участвует конечное число формулы. Каждое фабривское значение ноль или один. Всего два степенента варианта, где начало участвующих формулы. Допустим, для каждого такого варианта посчитать значение этой формулы. И если везде получатся единицы, значит, это действительно верное утверждение всегда. Если где-то хоть и получился ноль, значит, это верное. То есть, конечно, вопрос о том, с какой скоростью, можно много задавать вопросов. Но принципиально, с точки зрения принципиальной численности, вообще проблем нет. Так вот. Была придумана, причем даже от двух хороших вариантов, наука о том, как такие утверждения доказывать. Что в этой науке было? От чего было? Я сейчас не буду писать. Ну, ну, как, некоторое количество утверждений, которые очевидно верны. Правило вывода. Что такое правило вывода? Способ, зная два версия утверждения, получить третье. Например, есть такое знаменитое правило вывода. Если вы знаете, что из А следует В, если вы знаете, что А верно, то в таком случае что это? Вайгольте. То в таком случае были. То есть, вы, имея вот эти вот уже доказанные две теоремы, из них получаете. Есть и более, на самом деле, умный способ, так называемое исчисление секвенций. Это намного приятнее, чем, вот, значит, теорема получается намного быстрее, но, ребята, ни исчисление секвенций, ни без него я сейчас рассказывать не буду. Потому что это некоторый конкретный пример, на самом деле, абсолютно игрушечный. С ним очень интересно выиграться, и я, опять-таки, очень... Это вот вторая вещь, я хочу говорить, что это, в чем вы говорили, что это значит, философская лекция. Это вторая вещь, которую обязательно надо сделать. То есть, увидеть, как конечное число аксионов и конечное число правил вывода абсолютно реально выписано в аксион и абсолютно компетно выписано в правил вывода. Приводит к тому, что вы... Можно про это указать теорему. Приводит к тому, что вы можете, начав с этих аксионов и применяя эти правила вывода, рано или поздно написать любую тавтологию. Тавтология называет формулами которая равна единице при любых значениях перемен. То есть, исчисление этих перемен обладает совершенно замечательной логикой. Обладает абсолютно замечательной правилой доказуемостью, что вы можете из нескольких аксионов и больше правил вывода получить теорию этой теории и в точности только их. вопрос, почему мне сейчас на самом деле не так важно доказывать эту теорему ни одним способом не втайну. Потому что я на самом деле уже доказал вам. послушайте, как я сказал, в формуле конечное число буф. Было такое? Ваткая фраза. Отлично. Что вы дальше делаете? Если н буф, пишите два в степени н вариантов. Это понятно? Понятно. Пишите два в степени фраза. Ребята, это доказательство, что называется неприменение максимум правил вывода. Но это вполне себе математическое доказательство. А поскольку главной целью сегодняшней лекции является теория я хочу поговорить, что такое вообще доказательство. Потому что если я хочу доказать теорию о том, что что-то принципиально нельзя доказать, то, конечно, нужно обязательно сформулировать, а что же такое доказательство. Ну, смотрите, понимаете ли вы, что любая математическая наука на самом деле обладает некоторым списком максимумов. Чем-то что-то некоторые списком максимумов. Дальше. Понимаете ли вы, что для того, чтобы вообще понимать теорему или не теорема, вы элементарно должны ее прочитать. Потому что какое-то мычание или, не знаю, поход не по спине явно не относится к сфере математики. То есть что такое теорема? Теорема это некоторый текст. Верно ли? И утверждение вообще-то оно не записано. То есть в первую очередь это алфавит. Ну, например, это может быть русский алфавит вместе с латинским, вместе с каким-нибудь спецсимволом. Это очень не важно. Потому что в конце концов можно из любого языка переводить на любой. Договориться, что просто есть некоторый конечный алфавит. При большом желании он может быть нуле единый столь кредит. Потому что даже в нем может быть все, что-то говорит. Дальше. У вас должны быть аксиомы. То есть некоторое множество утверждений, которые вы считаете верными. Кстати, аксиома это не обязательно одно утверждение. Бывают так называемые схемы аксиомы. Все понимают, это какая-то фраза, где можно некоторые пробелы заполнять текстами, построенные по определенным правилам. Сегодня у нас будет конкретная схема аксиом подмешивания. Примерно мне сейчас важно, что доказательство обладает следующим замечательным свойством. Когда математикам дают доказательство, он может его прочитать и сказать доказательство или нет доказательства. Как ни странно, этот момент является главным. Он очень простой, но главным. Вы мне, конечно, скажете, ну да, возьмешь трудную статью по математике, там такое написано, что там надо много лет учиться, и потом еще неизвестно, поймешь, что нет. Это верно. Но это верно только потому, что люди пытаются сокращать. То есть понятно, что когда специалист пишет для специалистов, то огромное количество фактов, что называется, пропускается, но вообще-то любой специалист когда-то учился в школе, когда-то учился в институте, и если все его знания, что называется, добавить к этой статье, то тогда получится, понятно, да, вполне себе, я не собираюсь заниматься никакими дирижиозными неизвестком, неизвестком, поэтому мы считаем верным следующим фактом. Множество доказательств является разрешимым. Вот и так. Множество разрешимых. Это означает, что когда вы даете какому-то специалисту текст, то он проверяет, что там все логические переходы верны, а что это значит, были применены какие-то правила прийти по формально правилам. Можно прийти, это значит, что у вас есть такой длинный, 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 где каждый переход правильный соответствует нашим предметам. Значит, множество доказательств разрешим. Хорошо. Еще раз напомню, аксиом не обязательно конечное множество, но я настаиваю на том, что множество аксиом должно быть как-то, что называется, выписано. То есть, лучше бы, чтобы множество аксиом было все-таки разрешено. Потому что иметь бесконечно много аксиом, да еще и... В общем, надо все-таки иметь способ узнать, аксиома это или не аксиома. На самом деле, даже этого мне не очень нужно. Мне достаточно того, что множество... пусть будет так. Множество аксиом тоже считается... Потому что нам уже будут так сказать. Это аксиома. И дальше ничего не доказывать. Только тебе нужно не узнать, аксиом это... множество аксиом разрешима. Это понятно? пока тоже логично. Замечательно. Первый вопрос. Понимаете ли вы, что по правилам хорошего тона положено так. Теорема. Дальше она формулируется. Дальше доказательство. И дальше идет доказательство. Правильно? Дальше. То есть в любом доказательстве у вас ну как должно быть объяснение того, что же мы доказали. А что это означает? Это означает, что когда у вас есть некоторое доказательство, то либо прямо в нем выделено как-то, либо у нас есть вычислимая функция, которая это получает. Но мы понимаем, что же доказали в этом доказательстве. Отлично. А теперь на самом деле очевидная идеальна. Теорема. Множество всех доказуемых утверждений или числимых Множество всех доказуемых утверждений перечислило. Вы спросите, а почему я не сказал разрешение? А вот почему это. Потому что ведь как вы договорились выглядят доказательства. Доказательства выглядят так. Теорема. Дальше идет формулировка теоремы. Дальше доказательства и дальше идет доказательство. Так смотрите, в каком случае я говорю, что вот эту теорему мы доказали. В случае, если есть вот такой вот текст. Правильно? Если мне удается дать вот такой текст, так что все это вместе является доказательством теоремы. В таком случае я эту теорему доказал. Но, извините, если мне дают только вот это, то что я могу дальше узнать для того, чтобы она доказана или не доказана, а я могу сделать простые вещи. Я могу просто перебирать все возможные тексты, которые могут здесь передаться. Сначала я переберу все тексты ДД1, потом все ДД2, ДД3 и так далее. Это будет, конечно, не быстро. Будет безумно долго. Но, вот в этой абстрактной теории вычислимости на это обращаем внимания. Но важно, что я никогда не знаю, мне не остановиться или нет. И даже если я дойду до текстов длины, я не знаю, миллион букв, что, в общем, уже превосходит время существования Вселенной в какое-то безумное количество раз, все равно, если у меня еще не получилось, то я не буду знать, останавливаться мне или не останавливаться. доказательства. А это совершенно ужасно. Потому что, понимаете, если бы я знал какое-то ограничение на гляну доказательства, то все замечательно. Я бы перебрал, и у меня получилось, что множество пригодового подтверждений разрешено. Если бы я мог знать, когда остановиться. Но поскольку я только перебираю, если бы я не получу доказательства, все, я его доказываю, но могу и не получит. Вот множество всех доказуемых утверждений повторяем, очевидным образом является что? Перечислили.